Далее следует обратить внимание на ошибки условного силогизма. Условно-категорическим силогизмом, или для краткости просто условным силогизмом, называется такое соотношение утверждений А и Б, что если одно из них А истинно, то второе Б тоже истинно. При этом утверждение А называется предшествующее и является достаточным условием для Б, то есть истинности А всегда достаточно для истинности Б. Утверждение же Б называется последующее, оно является необходимым условием для А, потому что если Б ложна, А не может быть истинно, ибо при истинности А, Б всегда бы было истинно. С условным силогизмом связаны три формальные логические ошибки. Это утрата условия, признание последующего и опровержение предшествующего. Утрата условия. Условный силогизм указывает лишь на истинность условия, связывающего входящее в его утверждение, а не на истинность самих этих утверждений. Так условия, цитата, «Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют?» Евангелие Анатфея, 12 глава, 27 стих. Эти слова вовсе не означают, что предшествующее утверждение «я изгоняю бесов силой Вильзевула» истинно. Просто Иисус пользуется классическим логическим приемом доказательства от партийного, показывая, что утверждения его оппонентов ложны, поскольку ведут к заведомо ложным выводам. В свою очередь апостол Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. Это утверждение истинно, но оно вовсе не означает, «я говорю ангельскими языками», или «я могу переставлять горы», или «я отдал свое тело на сожжение». Если последняя истина, то чем же в таком случае он говорит, как переставляет горы и чем в конце концов пишет это послание? Речь идет о том, что даже самые неимоверные чудеса бессмысленны без любви. Признание последующего – это ошибка по схеме. Если А – истина, то Б – истина. Б – истина, следовательно, А – истина. Возьмем, к примеру, следующий случай. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, и тирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала маслом. Ведь это фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». От Луки, 7 глава, 37-39 стих. Условие в нашем случае таково. Если пророк, то знает. Соответственно, тот, кто знает, кто и какая это женщина, тот должен быть пророк. Но ведь сам-то фарисей знал, кто и какая женщина это, хотя пророком не был. Может, сплетен, не чуждался, а может, сам прибегал к ее услугам. Так что такой вывод будет ошибочным. Опровержение предыдущего – это рассуждение по схеме. Если А – истинно, то Б – истинно, А – ложно, следовательно, Б – ложно. То есть, если пророк, то знает, раз не пророк, то не знает. Но опять же, сам фарисей пророком не был, и тем не менее, это не помешало ему знать, кто и какая это женщина. Еще пример. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание Галатам, 3 глава, 29 стих. Следующие два вывода из этого утверждения будут ошибочны. «Если Христовы, то наследники, если не Христовы, то не наследники». Или «Если Христовы, то наследники, наследники, следовательно, Христовы». В обоих случаях вывод не учитывает Ветхозаветный Израиль изначально на следующий Авраамовое обетование, о чем неоднократно говорится в Писании. Говоря об условных силогизмах, нельзя обойти внимание ошибочный аргумент, нередко встречающийся в христианской литературе. «Если Христос воскрес, его гробница пуста. Его гробница пуста, следовательно, Христос воскрес». Несмотря на популярность аргумента пустой гробницы, мы должны давать себе отчет, что это заключение по схеме признания предыдущего, и следовательно, оно необосновано. Действительно, возможно, другие объяснения опустевшей гробницы, самые ранние из которых появилось уже на утро Первой Пасхи. Ивангелие от Матфея, 28 глава, 13 стих. И заметьте, вводимые святым духом галилейские рыбаки, в отличие от современных высокообразованных апологетов, ни разу не обращаются к этому необоснованному аргументу. Их проповедь основывается на свидетельствах явления воскресшего Христа как самим ученикам, так и множеству других людей. Посмотрите, первое послание Коринджам, 15 глава, 15 по 8 стих. Эти свидетельства очевидцев были настолько известны современникам апостолов, что те никогда не доказывали иерусалимским иудеям самого факта воскресения. Напротив, они использовали общепризнанный факт воскресения Христа как доказательство того, что Иисус и есть Христос, долгожданный Мессия. Даже попытки властей запретить апостолам распространять учение Христова, деяния 5 глава, 28 стих, свидетельствуют, что Синедрион при всем желании не мог предъявить им обвинениям за же свидетельство. Так что, то, что они проповедуют истину, было общеизвестно. Как сказал апостол Павел, ибо это не в углу происходило. Книга Деяний, 26 глава, 26 стих.